Возлюбленные Господи, люди Божьи, здравствуйте! Мы пытаемся продолжать эти нелегкие разговоры. Вообще в современном мире разучились говорить, приучились кричать, перекрикивать друг друга, и мало кто кого слушает. Драгоценностью является умение сказать нужное, умение выслушать нужное. Умение слушать даже полезнее, чем умение говорить. Говоря о свободе и об этом тяжелом даре для человека, я бы хотел отметить такую важную вещь, как добровольное исполнение ограничений, добровольное послушание запретам, добровольное соблюдение запретов. Поскольку существует иллюзия, что свобода предполагает некое буйство, переход за край, за рамки, и так саделай, что хочу, значит. Эта вольная вольница свободой не является. Это хаос, это безумство, это революция в всем худшем понимании, поскольку всем Господь положил пределы. Бурному морю, бросающему волны на песок, в книге Иова читаем, Господь сказал, досюда дойдешь и не прийдешь. То есть есть некая мера, то есть эту меру не переступай. Добровольно и сознательно соблюдать запреты, это есть одно из проявлений высокого ума и настоящей свободы для человека. Поясняю примером. Что такое дорожное движение? В современном мире, в котором нет жизни без машин, без машин, которые помогают нам трудиться, и машин, которые буквально возят нас, которые возят продукты, людей, значит, вот эти миллионы этих четырехколесных монстров, которые бегают под нашим дорогом. Что такое движение? Это добровольное соблюдение массы запретов. Двойную полосу не пересекай. На зеленый двигайся, на красный стой. На зебре сбавь скорость, посмотри, никого ли ты не собьешь. Пешеходу так же. Смотри направо, смотри налево, переходи, смотри, береги свою жизнь. Не превышай скорость. Здесь не поворачивай. Покажи поворот, если совершаешь маневр. И тогда правила, вот эти толстенные правила, как и воинский устав, написаны кровью. И там, где правила эти соблюдаются, там люди живы и здоровы. Там, где правила эти пренебрегаются, где они нарушаются на каждом шагу, собственно, запреты. Это что такое дорожное движение? Это миллион запретов. Ради чего? Ради жизни, здоровья, свободы. Ради того, что вовремя доехать до нужного места и вовремя вернуться домой. Это и есть жизнь в ее правильном понимании. Ты соблюдаешь, ты сама ограничиваешься и достигаешь поставленной цели. Это заповеди. Заповеди, кстати говоря, по древней мудрости делятся на запретительные и разрешительные. Запретительные говорят не, то есть не лги, или не лжесвидетельствуй, или не бери чужого. А повелительные говорят делай, без всякого не. Это повелительное наклонение. Чти отца и матери. Будь тверд и мужествен. Или пейте от нее, всись, есть кровь моя. Это повеление Господне, здесь нету слова не. То есть есть повеление, есть запреты. Запреты и повеления одинаково важны. Истинно свободный человек, это человек, который знает запреты, знает их смысл и добровольно их исполняет, проверив опытом, что нарушение их ведет к потере здоровья, благословения, жизни, в конце концов проклятию. То есть умный человек не сует пальцы в розетку. Хотя свобода, дурно понятая свобода, говорит, суй пальцы куда хочешь. Умно устроенный человек, скажем, не лазит через вольер к хищнику в зоопарке. Там написано, значит, не кормить хищника, руку через ледку не протягивать. И он соблюдает это, понимая, что в этом есть смысл. Глупый человек, глупо понявший свободу, перелазит через любую ограду, хватается за любой оголенный провод, лезет во всякую будку, где написано, не влезай, убьет. Там есть заповедь. На каждой трансформаторной будке написано заповедь с предостережением, не влезай, убьет. И свобода заключается в том, чтобы поверить написанному и не лезть туда из страха потерять жизнь или здоровье. Дурно понятая свобода, это свобода нарушает все запреты, все границы, значит, так далее и тому подобное. Вот древние думали на тем больше, чем мы, и сказали, что человек должен различать. Различение это одно из свойств человеческого ума. Он должен различать а. небесное и земное. Что принадлежит к небу, а что только земное и на земле останется. Вот он должен различать запрещенное и разрешенное. Ну, как в пище мы различаем, скажем, это есть можно, это есть нельзя. Это еще есть можно, это уже есть нельзя, оно уже пропало. Это в принципе есть нельзя, но не для пищи. А это благословенное, оно здоровое и хорошее. Ну и наконец, разрешенное, запрещенное небесное и земное, благословенное и проклятое. Или еще, говорит, сакральное и профанное. То есть есть вещеники, предназначенные к святости. Святые дни, святые одежды, святые слова, святые места. Есть обычные места, обычные слова, обычная одежда. То есть, например, в обычном доме можно и сплясать, и станцевать, на балалайке сыграть. Этого нельзя делать на кладбище. Потому что это место не для этого. И в храме нельзя. Обычными словами можно поприветствовать, например, своего товарища. Но когда ты приветствуешь царя, въезжающего в город, нужно подобрать особые слова. Если хочешь сказать поминальное слово на трапезе в память почившего, ты должен подобрать нужные слова для того, чтобы не оскорбить ни одной из сердец присутствующих здесь. То есть человеку нужно различать запрещенное и разрешенное, профанное и священное, благословенное и проклятое, небесное и земное. А что, если он не различает этого? Если он пляжет канкан на могиле, мочится на любое здание, даже если это храм или святое место какое-нибудь, выражается, как ему захочется, в любом присутствии, ест все, что в руку возьмет, независимо от того, гнилое это или свежее, такой человек уже не человек. Или еще не человек, или уже не человек. Отсутствие развлечения запретного и разрешенного и отсутствие добровольного исполнения запрета это признак того, что ты перестал быть человеком. Вот когда мы наблюдаем разные революции, бей, круши, жги, ломай, значит, гуляй, рвани, на твое время настало, полиция тебя боится. Не ты ее, а она тебя. Это как раз переход через всякие рамки и грани. Мы это видели на Майданах, запах горящих шин теперь перешел в другие мировые столицы. Значит, мы это видим. Это дурное использование свободы. Собственно, это не свобода никакая. Это анархия, бунт. Это попытка, как пели наши красные, значит, кто был не кем, тут станет всем. Это попытка вдруг заполнить собою при внутренней пустоте всю вселенную хотя бы на секунду. Стать калифом на час. Что говорится о мудрых в это время? Мудрый в это время молчит, ибо злое это время. Наступают вот злые времена, когда мудрому и говорит о нескем, и не услышит его никто. Поэтому он молчит и смотрит на окружающее, на Божий сохраня не вмешивается. Итак, я сегодня предлагаю вам для размышления тему благости запретов. Не делай этого. Не ходи сюда, вот в этой одежде. То есть не появляйся, например, не пытайся проникнуть в большой театр, одетый в плавки и шлепанцы. Там есть свой дресс-код. Туда так не ходят. Там есть свой запрет, и он обусловлен. Он оправдан, он хорош. В этом запрете нет ничего плохого. То есть не делай все, что ты хочешь. Сначала узнай, что можно, а что нельзя. Что небесное, а что земное. Что проклято, а что благословлено. Умение различать и делает человека человеком. Это тоже тяжелый груз. Как говорит Господь через пророка Соломона, через любимого сына Давидова, говорит, что этот тяжелый труд дал Господь сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Есть труды физические, которые приводят к потоотделению, а есть труды умные, внутренние, которые приводят к накалению сердца, когда человек пытается разобраться, куда, где, на какой пути идти, на каком пути жизнь, как витязь на распутье. Туда пойдешь, коня потеряешь, туда пойдешь, живой не останешься, а туда пойдешь, благословен будешь. Вот оцените пользу запретов. Вспомните, что запрещает Бог. С любовью исполните божественные слова, начинающиеся с приставки «не». Не делай этого, не ходи туда, не пробуй это на вкус, не шепчись со змеем. Это все для нашей жизни. Там, где есть запрет, там есть жизнь. Там, где запреты исчезли, жизнь заканчивается. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»